Приветствую вас, и желание выговориться по поводу, ну вот, того, что случилось с вами, да, по поводу того, что вы раздались с девушкой, пусть и довольно давно, да, то есть, ну, 10 месяцев прошло вот срок такой-такой, да, он может быть и не сильно большой с точки зрения его время вообще, но, тем не менее, он не такой маленький уже, потому что всё-таки 10 месяцев это не 2 недели, вот, и очевидно, что если за 10 месяцев вы по-прежнему грустите, если вам по-прежнему тяжело, если вы по-прежнему чувствуете, что вам нужна поддержка, что вам нужно понимание какое-то, то это означает, что вы застряли, застряли в этом вот состоянии, застряли в этом, в этой позиции, в которой вы вот находитесь сейчас, и, соответственно, вы не можете из этого выйти, и если вы не можете выйти из этого, если вы не можете самостоятельно двигаться дальше, если вы не можете ситуацию отпустить, да, то вам, безусловно, нужна помощь в этом, безусловно, нужна поддержка, вот. Смотрите, вы говорите, что вам нужно понимание, то есть, ну вот, да, вы хотите понимание, хотите, чтобы вас поняли. Из этого я делаю вывод, что люди вокруг вас, ну, наверное, скорее всего вас как-то вот не понимают, я так полагаю. Потому что, ну, иначе довольно сложно представить, почему вы говорите вот то, что говорится, почему вы, ну, сказали, что, значит, что вам нужна поддержка и понимание. То есть, может быть, из-за того, что вы себе не совсем адекватно выбираете окружение, вы чувствуете одиночество. Может быть, из-за того, что вы не всегда и не совсем, и не со всеми привыкли сохранять независимость, отстаивать свои личные границы и так далее. Если вы действительно имеете такие проблемы, то, соответственно, проблема с девушкой, которая у вас, она, в принципе, является производной от данных аспектов. Ну вот, сейчас пока ситуация вот такая, сейчас пока ситуация складывается вот так, как она складывается, я предлагаю вам подумать о том, по поводу чего вы переживаете всё-таки конкретно. То есть, ну, почему вы так тяжело восприняли расставание с девочкой? Ведь я полагаю, что вы её любите, я полагаю, что она вам дорога. И если она дорога, но если при этом она выбрала расставание с вами, с вами, то, опять же, я полагаю, что у этого есть причины. И она сделала это, потому что, по её мнению, данное решение, данный выбор помогут ей быть счастливой. И, соответственно, вы тем, что переживаете, получается, не совсем хотите, чтобы она была счастлива. То есть, вы думаете здесь о себе. А с точки зрения психологии, вы наполняете чрезмерным значением то, что произошло с девушкой. Что-то произошло с вами, может быть, даже, как с парой. То есть, ведь люди расстаются. Да, это очень, ну, в больших количествах случаев это весьма болезненно. Это так. Но люди расстаются. И вам, получается, сейчас что-то мешает двигаться дальше. Вот нужно постараться взять на себя ответственность за то, что с вами происходит сейчас. Именно вам нужно взять ответственность на себя. И когда и если вы возьмёте на себя ответственность за это, вы сразу же увидите пути решения вашей проблемы. Вот. А также, я полагаю, что вы сейчас живёте в основном с чувственной регрессией. То есть, обращаетесь в прошлое довольно часто. Вспоминаете о том, как было хорошо вам, например, с той же девушкой. И игнорируете, скорее всего, игнорируете то, что происходит в настоящем. То есть, игнорируете саму жизнь. Это не есть, к сожалению, хорошо и здорово для вас. Потому что вам самому будет плохо. Вам самому будет некомфортно из-за этого. И в дальнейшем этот дискомфорт, он будет только усиливаться. К сожалению. Поэтому, я рекомендую вам не углубляться в эмоциональную регрессию. А стараться пусть даже и, в общем-то, через силу, пусть даже, в общем-то, через преодоление, через превозмогание каких-то моментов, да. Стараться заниматься чем-то, стараться увлекаться чем-то, вот. Делать это, еще раз повторю, сперва больше по инерции и, соответственно, получать какие-то новые впечатления, получать какие-то новые эмоции. Уставать, что самое главное. И тем самым постепенно вытеснять вот эти вот негативные переживания, да, из области вашего сознания. Хотел бы обратить внимание на то, что вы большой молодец в том плане, что не начали, например, употреблять алкоголь. Вы большой молодец, что не начали, ну, баловаться наркотиками, там, ну, то, что обычно делают молодые люди, или делают молодые люди, или могут делать молодые люди, вот, в подобных, ну, в подобных ситуациях. Вот, вы в этом плане, безусловно, большой молодец. Теперь вам нужно двигаться дальше, к следующему шагу и стараться теперь уже опустить девочку, позволить ей жить своей жизнью, а себе жить своей. Я полагаю, что это вполне можно сделать, я полагаю, что это вполне реально совершить, я полагаю, что вы с этим достаточно легко справитесь. Вот, ну, естественно, сперва, конечно же, вам нужна поддержка, сперва вам, конечно же, нужно понимание. То есть, я полагаю, что вы даже не смогли должным образом прогрессировать, да, то есть, расслабиться, вы не смогли должным образом побыть слабым, опять же, по той причине, что вас мало кто понимает, да, в этой ситуации. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...